А на канале Эдньюз ТВ я журналист Фуад Абазов. У нас гость из Узвекистана Шохрат Барлас. Шохрат, здравствуйте. Саламу алейкум. Валяким салам. А значит сегодня у нас замечательный день. Сегодня Шохрат Барлас получил удостоверение почетного члена союза писателей Азербайджана из рук руководителя Анара, в связи с чем мы Шохрата поздравляем. Поздравляю вас, Шохрат. Спасибо. И для нас особая гордость, что Шохрат Барлас является представителем Международного фонда Евразия Пресс на территории Средней Азии, а в частности в Узбекистане. Шохрат Барлас исследовал очень много разных архивных материалов, в результате чего написал книгу о деяниях армянских дашнаков на территории Средней Азии, в частности Туркестана, когда под руководством советской армии дашнаки творили очень чудовищные преступления. И это никак иначе как геноцид не назовешь. И в связи с этим у Шохрата Барласа были огромные проблемы. Против него возбудили уголовное дело, так как будто бы он пишет какую-то клевету. И очень много было преследований. И в итоге, сейчас вы видите, у нас все хорошо, и мы с вами об этом говорим. И я думаю, что с развитием Азербайджана-узбекских отношений эти преступления, которые дашнаки совершили как по отношению к азербайджанскому населению, так же как и туркестанскому населению, еще больше увидят свет. И вот я хотел бы с вами поговорить по поводу вот той самой книги, в связи с чего у вас возникли проблемы. Вот можете сначала историю этой книги нам рассказать? Откуда появилась у вас идея написания этой книги? Где вы исчерпали информацию? В каких архивах работали? И были ли проблемы во время публикации? То есть, как вы согласовали публикации этой книги? И как потом появились проблемы? Мы знаем, что против вас подали в суд, как будто бы вы совершили какое-то преступление, написав книгу. Вот расскажите, пожалуйста, об этом нашим зрителям. Фотман, вам огромное спасибо, что вы пригласили меня на эту беседу. Знаете, об этом много говорилось, об этом много писалось, но вы спросили, откуда эта идея появилась. Вообще-то это наша семейная трагедия. Мой дед покойный, он воевал до 1934 года на территории Сурхандари, Кашкадари, Самаркандской области против советской власти. И в 1934 году его поймали в суд и осудили на сколько-то лет. Он отбывал свое наказание в Мурманске, Кандалакше, такое место есть. И когда началась Вторая мировая война, ну, советская исторография, как говорится, отечественная война, 41-го года, он первым же просился Штрабат. На фронт? На фронт. С 1941 года он служил Штрабате. Он мне рассказывал, на пять человек один карабин и пять патронов. Это ложь, что на войну выходили под крик «Ура!», сзади загоротряд, который обратно. Но до этого был случай другой. В 18-е, 20-е годы в Узбекистане, в бывшем Туркестане, армяне-дашнаки учинили резню во всех регионах. В Ферганской долине, и Бухаре, и в Самарканде. Позже, когда расформировалась эта партия на территории Туркестана, те же активисты Дашнак-Сатун начали действовать как большевики. А вы представляете, вот мне дед рассказывал с малых лет, что они творили, а он своими глазами видел. Вот в советской исторографии есть такое выражение «басмачество». Басмачи, да. Да, «басмачи» по-тюркски это как разбойник или как, ну, «басканджи». «Басканджи». А мы защищали свою родину. Они приехали в Басканджи. И, знаете, там был такой случай, его семью истребили, моего деда. Когда он на охоте был, он мне рассказывал, когда спускался с гор, посмотрел, что дом сгорел. И его жена с младенцем вместе сгорели, то есть сожгли дом. И после этого у него «инткам», то есть месть. Чувство мести. Да. И вот это басмяческое движение, движение «Хорбаши», то есть национально-освободительное движение Туркестана против советской власти, началось из-за мести. В 2018 году, как и в Азербайджане, 31 марта, до этого февраля месяца, против установления советской власти вышли местные ополченцы. У нас была своя родина, у нас было свое государство. Мы хотели создать туркестанскую автономию в составе Российской империи. Даже это не дали. Уничтожили, в крови утопили. В Коканде, в Ферганской долине, во всех городах почти 180 населенных пунктов было уничтожено в Фергане. Дети, старики, женщины сжигались, убивались. Это страшно было. А есть ли примерные цифры? И вот это все сохранилось в архивных документах. У нас в Национальной энциклопедии Узбекистана об этом событии пишется, что за три месяца было только в одном Коканде убито 10 тысяч. Там на Мангане 2 тысячи или 3 тысячи. Итого за три месяца было убито 35 тысяч мирных жителей. Невооруженных, как говорится, басматей. Негосовых для войны. Только дети, старики, женщины были убиты. И как правило для этой, в кавычках, советизации, советская власть использовала армянских дожнаков. Вот что интересно. И потом уже, после того, как советская власть установилась, они уже работали в НКВД. Вы, если историю Узбекистана посмотрите, в 1937 году назначается руководитель НКВД Узбекистана. Как его зовут? Деревник Захарович Апрессиан. Именно в его правлении, под его руководством, было уничтожено вся интеллигенция узбекского народа. Все наши джадиды, которые старались просветить свой народ, Мерфчеляк, и наши это великие писатели, поэты, Абдулла Кадри. В том числе и грезда, деятели. Абдулла Кадри, это великий человек, который первый написал роман, основоположный грамм романа узбекской литературы. Потом поэты, Чолпан, Фитрат, много их, очень много. И их всех убили именно в его правлении. И вот потом самого тоже уничтожают. А вот посмотрите, Мирзаян, такая фамилия, наверное, вам не знакома, что он творил в Азербайджане. Вот этот Мирзаян становится руководителем Казахстана. Да. И он уничтожает, делает у Кады. Уничтожает казахский народ. Почему-то против Центральной Азии и в НКВД, и в сталинский репрессионный момент используются армяне Дашнаки, из партии Дашнак Сатурн. Которые были участниками этой резны и участниками этой партии. Потом они становились большевиками. Вот обращайте внимание, Шократ Пей, в Азербайджане в 2018 году тоже была резня. И в Баку, и в Шамаха, и в Губа, и в других регионах Азербайджана огромное количество людей. Вот количество такое же, как и в Анде. Где-то от 15 до 30 тысяч человек, просто мирных жителей были убиты. И для этих целей большевики использовали армянских Дашнаков. И назвали это советизацией Азербайджана. То есть, обращайте внимание, и в Казахстане, и в Узбекистане, то есть в Туркестане, и в Азербайджане. То есть, в основном, в странах с тюркскими корнями, советская власть использовали армянских Дашнаков. Совершенно верно. То есть, мы можем тут найти параллель, то есть не в Белоруссии, не в Украине, а не в каком-то там Литве, Латвии, Эстонии. То есть, в христианских государствах советская власть, тогдашняя, так скажем, российская, сталинская власть, не использовали армянских Дашнаков именно тюркоязычных, тюркских государствах. Там использовали прибалтии, прибалтийцев, литовские стрелки, латышские стрелки, есть такой... Вы знаете, Фатман, есть такой момент в нашей истории. Мы, да, любим историю, изучаем историю. Почему-то, когда на весь мир орут, кричат, что вот геноцид, там, в 15-м году армян уничтожали, якобы 24 апреля, по архивным документам стало известно, 24 октября, ни один армянин не был убит. Да. Это геноцид, это ложь. Афера, самая великая афера 20-го века. Там не было массовых уничтожений армян. Это ложь. Ни один документ не подтверждает это. Наоборот, было уничтожение тюркского населения. Курского населения. Анатолий. Почему? Если ребята хорошо знают, халифат – это мусульманская страна. И во время джихада, то есть войны, на войну призывались только мусульмане Османские империи. Во всех войнах Османские империи участвовали только мусульмане. Там христиане, армяне или греки, или ассирийцы, они не участвовали. Они занимались торговлей, парламент – это политикой, ювелирным делом или банковским делом. Но в отдаленных аулах Османские империи оставались села без мужчин. Именно в эти села проникали армянские ополченцы и устраивали геноцид. И это кто поддерживал? Антанта. А сейчас то же самое. Если вы посмотрите, самые крикливые – это из Америки, Франции и России. В этих трех странах самое большое количество армян. Вы сами почувствовали это в России. Вы правду говорили. За эту правду видели, что они могут делать. Но мы живем в своей стране. У нас своя история. У нас своя честь, своё достоинство. За то, что говорит, что Дашнак Сатун, если мы говорим Дашнак Сатун, это террористическая организация. Если Ниждей Гарагин для Армении, он герой, он для нас, он убийца. Он фашист. Цахакрон. Идею с Гитлером вместе. Идею они придумали. Но для кого-то он национальный герой. Ну, в Армении, в Герубане. Для кого-то Амир Тимур тоже плохой человек. Но он мой национальный герой. Здесь история, она говорит, будьте любезны. Если ты говоришь историю, то знай, в их истории тоже есть кое-что, которое тебе не нравится. Это я говорю армянам, которые поддерживают Дашнаков. Простой армянский народ, учителя, рабочие, крестьяне, которые не имеют никакого отношения к этим преступлениям, не надо ассоциировать себя с этими преступниками. Это преступники. Это преступление против человечности. Как они вот орут, кричат, что турки убивали армян, то же самое есть и в нашей истории. Сколько армян убивали. И не надо отходить от кассы, как говорится. Еще в 1983 году в Узбекистане то, что один армянин устроил хлопковое дело с Ивановым вместе. Гадельян. Да, да, Гадельян, да. То, что и один руководитель НКВД то, что устроил, нам этого хватает. Но это не значит, что мы должны ненавидеть весь армянский народ. Если он ассоциирует себя с этим, тогда будьте любезны. Ну, в принципе, армяне в Узбекистане свободно живут. Живут нормально, есть хороший бизнес. И много армянских текстильщиков в Узбекистане работают. Бизнесы работают и учителя есть. Никаких проблем нет. Но почему-то ни одного узбека в Армении нет. В Армении кроме армянникова нет. Да, то есть вот вы видите, это так же есть азербайджанцев. У нас в Азербайджане 30 тысяч армян живут в различных городах. Они не покинули территорию Азербайджана даже во время войны. Но меня что настораживает? Настораживает. Когда какой-то армянин пишет в специальные службы, что Шуврат Барлас оскорбляет чувство армянского народа, и еще наши доблестные милиционеры или кто-то там против кого-то, кто писал правду, начинает бочку катать. Как это случилось? Вот расскажите, Паша, это было после публикации? Да. Знаете, сейчас их нету. Сейчас многие их посадили. Сейчас Узбекистан другая страна. Узбекистан другие понятия. Это во время переходного момента. То есть, тогда вы, наверное, слышали у нас и религиозных деятелей, репрессионный метод был такой, авторитарный режим. Немножко было такое. А сейчас мы свободно выражаемся. Но и это хотят преподнести, как будто репрессионный метод. Почему? Потому что есть внутри государства саботажники, которые вот мы хотим свободу слова, мы хотим, чтобы весь мир знал, какие у нас исторические события. Даже в Узбекистане всех басмач... Вот эта советская историография, термин басмачество. Сейчас, на сегодняшний день, где-то более 250 самых крупных руководителей восстания реабилитировали Верховным судом Узбекистана. Ихные имена в нашей истории уже золотыми буквами пишутся. А они недавно, буквально 10-15 лет тому назад, считались бандитами, разбойниками и басмачами. Ну вот так. Вы нам, пожалуйста, расскажите, как вам удалось книгу издать? Издательства вопросов не возникли по поводу... Конечно возникли. Я 25 лет не мог издать эту книгу. А вы еще давно это написали? Да. Я в Турции учился. И там работал в архивах, и в Азербайджане работал в архивах. Мне не давали выпускать это. Один благородный человек, я очень уважаю, это мой друг Самир Аббасов. Он руководитель центра имени Гейдра Лива в Ташкенте. Он мне как-то сказал, что врат говорит, давай вот эту книгу выпустим. Я говорю, как выпустишь? Давай сделаем. И мы посоветуемся с послом Гусейом Гулиевым, нашим братом Ахсахалом, который представляет Азербайджан. Он чрезвычайный и полномочный посол в Узбекистане. Он сказал, добро, давайте, делайте. И мы своими усилиями выпустили книгу. А потом уже начал жалобы, как будто мы оскорбили армянский народ. Ничего с армянским народом это не связано. Это книга про террористов. Пока я это доказал, пока я это показал, суд, тяжбы судебные, допросы, постоянные оскорбления, постоянные угрозы. Вы это знаете, что такое. Конечно. А теперь весь узбекский народ знает это. Любого на такси сяйте. Кто только дошняк, он вам целую историю напишет. Должны знать, чтобы не повторялось. Потому что мы откуда знаем, что они думают. А есть у нас и реваншисты, которые хотят восстановить Советский Союз. А Советский Союз, вы видели, как устанавливался. Где гарантия, что это опять не повторится. Советский Союз – это первое террористическое государство в истории. Его первый указ был красный террор. Удивительно. То есть террору узаконили. Вот я бы очень хотел, чтобы армянский народ, который живет сейчас в нынешней Армении, понимал и что почувствовал. Они в этой территории пришлые. Никакой истории армянского народа нет здесь. На Южном Кавказе. На Южном Кавказе. Да, есть Киликийская Армения. Пожалуйста, Турция. Но Хаистану никакого отношения не имеет. Никакого отношения не имеет. Это одно. Все они там жили дисперсно. То есть в одном месте миллион армян никогда не жил. Это потом, после Туркменчайского, после Гулистанского соглашения. Это после Персидской Российской войны, после Османской Российской войны переселены были туда. Совсем на территории 12 азербайджанских ханств были переселены армяне. Представляете? Сейчас Ереван во всем мире представляет как столица Армении Еребуну. То есть якобы как урардское государство. Но на самом деле это Реван Кулихан. Шах Исмаила, полководец. Построил там первый плацдарм. Да и никакого 2004-х летия нет. Да недавно, в 16 веке это произошло. И в честь его вот это Кала, вот этот город, укрепление назвали Реван Кулихан. Реван Кала. И от этого пошли Ереван Кала. Или Эчмия Адзин. Вроде бы это как-то звучит так. Эчмия Адзин. Три Муя Адзина. На турецком языке. И вот. Да и вся территория. Армянский, простой армянский народ стал жертвой вот этой все пропаганды. Ненависти. Вражды. Никакой пользы от этого он не получил. Азербайджан всегда был прав. Он защищал свою землю. Вот результат. Рекорд. 23 часа, 43 минуты. Освободил свою территорию. Это рекорд. За 44 дня. Ну говорили же им. Давай по-хорошему. Давай дипломатический путь обещали. Автономию предлагали. Как всегда они верили третьим силам. То есть. В России, в Франции. И сейчас тоже. Франция хочет там их раскиросинит. Или где-то там в Индии они там свою подмогу ищут. Но зачем это? Зангельзурский. Пожалуйста, пусть не открывает Зангельзур. Но все равно ему самому будет плохо. Он в изоляции. Надо интегрироваться. Надо было добрососедство. Вот видели, когда освобождали Ханкенда, все выходили. Наши журналисты очень хорошо поработали, кстати. Люди удивлялись. Зачем у армян вот это спрашивают? Зачем вот это надо было? Потому что мы знаем их характер. Одного человека могут сами убить. И сами же вот этот труп будет на весь мир показывать, что вот геноцид устраивает. Это было такое выслуживание. Турецкие села уничтожены. Граждане Османской империи. Кюрки уничтожены. Кюрды уничтожены. Христианским миссионерам показывали, как армян уничтожены турками. Было такое. Да, в Азербайджане то же самое. И вот представляете, наше журналистское расследование, каждый второй, каждый третий, они брали интегрирование. Вас никто не трогал. Вас никто не унижал. Нет, мы сами. Наоборот, им говорили оставаться. Почему они не захотели оставаться? Вот интересно ваше мнение. Может быть, азербайджанцы не знают, что они натворили против азербайджанцев. Но они сами прекрасно знают, что натворили. И рано или поздно об этом вы тоже знаете. Выходит же. Вот Варданян, который старик, уже 70 лет, вышел. Валкиф Хачатарьян. Это Хаджилийский резинок, кто устраивал. Это же все ясно. Со всего мира собрались террористы с Иордании, с Палестины и так далее. С Сирии. И в Карабахе начали вот эту войну. Арабо был такой. Конечно. Отряд арабо. Отряд. Потом Мелконян. Мелконян. Гражданин Америки. Сам Миссис. Асала. Да, Асала. Руководитель Асала. Для кого-то это национально-освободительное движение. А почему мои деды, ваши деды, которые освобождали свою территорию, они должны быть бандитами или разбойниками. Вот из-за этого появились эти книги. Это крик души, можно сказать. Я, вы знаете, мы долго можем говорить с вами про ваши книги. Так как вы находитесь в Азербайджане, и я воспользовался случаем вас ознакомить с нашими зрителями, я думаю, что в дальнейшем мы через скайп подключимся вам в Узбекистан, и вы можете нам подробно про каждую книгу показать, рассказать, для того, чтобы наши зрители знали, каково было зверство армянских дошнаков не только на территории Южного Кавказа, но и на территории Средней Азии. И я вас уверяю, и до сих пор много среднеазиатских стран об этом не знают. И пока они об этом не знают, пока они не принимают никакие меры, это может в любой момент повториться. Ну, Фуатман, я бы очень хотел с вами беседовать на другие темы. На эти темы уже мои ученики работают. Слава Богу, вот такие ребята вышли, нормально работают. Я сейчас, у меня тема, мы должны восстанавливать освобожденные территории. Вот с Узбекистана приехали, построили новую школу. Президент сам до Шуши вместе поехали, и он тогда сказал, я видел своими глазами, что натворено. И видел своими глазами, что вы делаете. Созидательный труд. Я бы очень хотел, чтобы зрители узнали, как Азербайджан освободил свои территории за 44 дня и 23 часа 43 минут. И что они делают сейчас в Азербайджане? Это очень важно, потому что Азербайджан за три года освобожденных территорий сделал намного больше, чем Армения за 30 лет. Можно сказать, что они вообще ничего не делали. Я хотел сказать, чтобы они что-то сделали, но только разрушали. Только разрушали. То есть за 30-летнюю окупацию азербайджанских территорий ничего не было построено. Наша работа журналистская состоит в том, что мы должны показать то, что было, и то, что сейчас. Сравнивать весь мир. Это важно. Это важно. Когда азербайджанцы оттуда выгонялись, они босиком оттуда вышли. А на сыну Куджаганда у мамы в руках вышли ребята, которые зашли туда на танк. На танках, да. И вот эти маленькие ребята, беженцы, голодные, измученные, они все видели, но они с честью и с достоинством освободили свои территории. И я очень хочу, чтобы весь тюркский мир, не только весь тюркский мир, весь мир, чтобы знал об этом. Я хочу сказать, азербайджан халка мзафер халк. То есть народ победитель. Почему мы так говорим? Пусть народ узнает. Лучше об этом говорить. Обязательно будем говорить и на эти темы, и на другие темы. И самое главное у нас с вами тема, это дружба, братские отношения между Узбекистаном и Азербайджаном. И мы надеемся, что эти отношения еще больше будут развиваться. Узбеки будут переходить в Азербайджан как в свою родную страну. И мы будем ехать, езжать в Узбекистан как к своей родине. И Ташкент, Баку будут попротивные города. И у нас намного больше будут развиваться отношения в будущем. Я вас благодарю за интервью. И ждем вас в Баку еще раз. Спасибо, рода. Спасибо. Пока.